Есть такая замечательная штука, как двойственный сферический треугольник. Обычно это школьники понимают довольно с большим трудом, потому что его и трудно нарисовать. Более того, я тоже отсылаю вас к хорошим графическим системам и рисовать его на гости не буду. Я его буду только показывать, потому что рисовать действительно нужен некий художественный навык, которым, боюсь, я не обладаю в нужной степени. Господа, это на самом деле очень простая штука. Когда у вас есть абсолютно любой сферический треугольник, то что это такое на самом деле? Давайте я его сейчас сделаю из трех объектов. Есть у нас книжка, есть у нас журнал и тетрадка. Нормально? Вот это смотрите, это сферический треугольник, у которого все плоские углы прямые. Согласны? На самом деле никакой необходимости в том, чтобы они были прямые не было, они могли быть какими-то другими. А вот сейчас я сделаю следующее обстроение. Вот есть у меня вот этот плоский угол. Я возьму и к этой плоскости рассмотрю перпендикуляр. К этой плоскости тоже перпендикуляр. Это прямая. К плоскости перпендикуляр это прямая. А другая плоскость и третья плоскость. То вы можете рассмотреть каждый из этих плоскостей перпендикуляр. Согласны? Чтобы нагляднее всего это сделать, наверное, нужно сделать так. Взять точку. Вот, например, вот этот кусочек мела, это будет эта точка. И представить себе, что вот из этой точки идет луч перпендикулярный на этой плоскости. Из этой же точки идет луч перпендикулярный сюда. И из этой же точки идет луч перпендикулярный сюда. Понятно? А вы понимаете, что произошло? Были три луча, которые шли вот так. Трехгранный угол, это так же, как угол на плоскости, это по большому счету два луча, выходящие за одной точкой. Точно так же трехгранный угол в пространстве, это по большому счету три луча, выходящие за одной точкой. Так? Я беру точку и опускаю эти перпендикуляры. и получаю три луча из этой одной точки. Согласны? Вы скажете, это зависит от точки, которую я взял. Ничего подобного. То есть, конечно, как геометрическая фигура зависит, но если я сдвину, то что произошло? Перпендикуляр вот этот передвинется параллельно. Согласны? И другой перпендикуляр тоже передвинется параллельно. И третий перпендикуляр. То есть, на самом деле, по большому счету, ничего такого важного не произойдет. Согласны? Отлично. Поэтому, когда рисуют, очень часто эту точку берут не так, как я показываю, внутри угла, а очень часто вот эту точку берут прямо в вершине. Прямо в вершине этого угла. Давайте я сейчас все-таки на доске попытаюсь это изобразить. Значит, что я реально должен сделать? Вот у меня есть сферический треугольник. Я где-то там, видя центр сферы О, должен рассмотреть перпендикуляр, который проходит из этого самого центра, из точки О, перпендикуляр к плоскости АОС. Еще раз, извините, а почему так точку в вершине? Я не очень понял. Точку и точку можно добавлять, где хочешь. Еще раз объясняю. А это мне поменяется? От этого... Величина угла. Да, он сдвинется. Да, но если мы... Она с волной величиной. Вот когда мы пишем вот это неравенство, то у вас мало волнует, где в пространстве этот треогранный угол располагается. Согласны? Да, но при этом, что мы берем конкретную сферу и рассматриваем два треугольника на одной сфере. Извините. Каждый раз, когда вы рассматриваете треогранный угол, то соответствующий сферический треугольник жестко очень рассматривается с центром сферы в центре этого угла, в вершине. А, и радиусы... Вы не можете взять одну сферу и, так сказать, в разных точках брать вершину. Просто у вас никаких закономерностей не получится. Здесь очень важно, что эта сфера имеет центр ровно там, откуда выходят три луча. Мы этим все время пользуемся. Тем, что это не просто какие-то дуги окружности, а это дуги большого круга. Понятно? Да. Для луча ОС надо нарисовать, на самом деле, перпендикулярную плоскость. Для луча ОА надо нарисовать перпендикулярную плоскость. И для луча ОБ тоже надо нарисовать перпендикулярную плоскость. Нет, народ, боюсь, что придется... Все-таки придется рассуждать, что называется, абстракт. Тоже это тяжело. Один перпендикулярный луч нормально, а когда все в пространстве, то это тяжело. Давайте лучше я вам задам вопрос. Как только вы на него ответите, так картинка в вашем сознании прояснится. Перед тем, как разбираться с тремя плоскостями, гораздо лучше разобраться с двумя. Представьте себе, что у вас имеется двугранный угол. Это понятно? Даже должен надо сказать. Вот, двугранный угол. Нормально. Вы берете точку внутри него. Опускаете перпендикуляр, это луч. Опускаете перпендикуляр, это луч. Вопрос. Какой будет здесь угол? 180 минус что? Минус альфа. Минус альфа. Согласны? Отлично. Вот давайте этот факт. Дело в том, что он здесь в этой науке во всей является главным. Давайте этот факт я, что называется, отдельно нарисую, и вас очень прошу его себе нарисовать. Если у вас так и вот так опущены перпендикуляры, так? Если у вас плоский угол, это альфа, то вот этот угол, это пи минус альфа. Согласны? Ну, потому что в четырехугольнике сумма всех углов, это 360 градусов. Отлично. Вопрос. Что такое, что это за угол? Значит, вот это был двугранный угол. Двугранный угол. Согласны? Я не зря показывал вам вот этот журнал и показывал вам двугранный угол. А что такое угол между этими лучами у нового нашего трехгранного угла? Вот эта штука, это угол между двумя лучами. Да, тоже двугранный. А вот нет, тоже наоборот. А вот это, это угол между двумя плоскостями. Я вам напомню, для сферического треугольника, что у нас было. У нас у сферического треугольника были величины углов альфа, бета, гамма. Это величины двугранных углов между плоскостями. И были вот эти вот, ну, то, что у обычного треугольника отрезки, а у сферического треугольника дуги. Это были плоские углы двугранного угла. Так? Ну, на самом деле, вот эта вот штука, это B делить на R, это радианная мера угла АОС. Ну, соответственно, там, С делить на R, это радианная мера угла ОВА и так далее. Так вот, мы с вами сейчас составим очень простую табличку, и вы увидите, какое есть совершенно очевидное соответствие между плоскими углами одного и двугранными углами другого. Итак, пишем табличку угол и двойственный угол, угол и двойственный угол. Замечательно. Значит, здесь будут плоские, здесь будут двугранные. Пока все понятно? Вот, значит, итак, сначала я выписываю величины плоских углов исходного сферического треугольника. Это понятно, что такое. Это А делить на R, B делить на R, C делить на R. И двугранные углы, это А, Б, Г, Г. Согласны? А вот теперь очень важная вещь. Мы кое-что знаем. Если мы знаем двугранный угол исходного, то мы знаем плоский угол двойственного. Вот здесь был двугранный угол альфа, здесь будет что? А вот теперь вам задача на пространственное воображение. Завершите заполнение этой таблицы. Там доказательства вообще не требуются. Это именно задача на воображение. А если легко, скажите ответ. Молодец, ответ правильный. Есть такое замечательное русское слово «двустимость». Никто не слышит? Аня сидит с Дашей. Даша сидит с Аней. Настя сидит с Катей. Катя сидит. Если Настя с Катей, то с кем сидит Катя? С Настей. С Настей, правильно? Ты мне, я тебе. Я тебе по уху, ты мне по-другому. Я тебе в третьем. Не помните? Двойственное, что значит? Если прыгнуть в два раза. Конечно! Народная игра. Я поэтому и говорил, что это будет трудно нарисовать. Потому что на самом деле мне нужно вот это. Вот она картинка, которая должна быть на самом деле в голове. Вот есть один трехграммный ункл. Мы проводим луч перпендикулярных плоскостей. Согласны? Что у нас получается? Вот этот вот луч перпендикулярен к этим двум. Согласны? Хорошо. Мы проводим этот луч перпендикулярный к этой плоскости. Мы проводим вот этот луч перпендикулярно к этому. Согласны? Да. То есть, еще раз, смотрите внимательно. Смотрите за руками. Когда вы проводите вот эти три, вот этот был фиксированный угол. Внимание! Вот этот луч перпендикулярно к этому. Так? К двум. Вы проводите этот луч перпендикулярно к этим. Так? К этим двум. Это у меня дергается сам по себе произвольно. Вы проводите этот луч перпендикулярно к этим двум. Согласны? Нормально? Да. Нормально. А теперь заявление. Понимаете ли вы, что когда вы их провели, то на самом деле вот этот луч, вот этот, который указательный палец, указательный палец, он на самом деле перпендикулярен вот к этим двум. Согласны? Еще раз. Вот этот проводили перпендикулярно в плоскости. Значит, и этому лучу тоже. И вот этот проводили в перпендикулярных плоскостях. Согласны? Двойственность. Это значит, что если вы возьмете вот этот угол и для него проведете эту конструкцию, то вы получите эту. Двойственный к двойственному это сам угол. Поняли? Значит, заметьте, вот эта картинка очевидная. И она позволяет вам по двугранным углам найти плоские углы двойственного угла. Ну, извините, вот по этим двугранным углам вы можете найти вот эти, как π-. Ну, если вот π- эта величина, это будет вот это, то, соответственно, эта величина это будет что? π-а делить на r, да? π-b делить на r, π-c делить на r. Дошло? Да. Так, и теперь заявление. Эти штуки сейчас подставим для двойственного угла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...